уважаемые друзья божья церкви братья и сестры доброе утро с вами город томск пастор константин томский христианский центр я сегодня хочу продолжить послание которое вчера здесь в этом завтраке духовном мы все послушали это послание пастора юрия о неком таком благоговении пред богом о том чтобы человек все-таки не нарушала некоторые границы как бы нам не хотелось как бы мы себе бога не представляли все-таки бог он показывает какой он именно в слове своем и мы пытаемся его как-то представить визуализировать и очень часто мы приходим в опасную позицию мы представляем бога не такой какой он есть не не бог писания да не бог священного писания и поэтому господь нам оставил в веках точнее прошедший через века свою записанное слово которое сегодня для нас очень актуальным и его вчера пастор юрий говорил о том что даже колено преклоненная молитва она не является показателем моего лицемерия она является показателем моего внутреннего состояния то есть я не вымаливаю что-то я выражаю этим что-то и и так далее я хочу сегодня продолжить эту идею и тему чтобы наши церкви они были здравы в вере они были здравы в своих отношениях с богом то без здоровы и исцелены и восстановлены послание римской церкви в 9 главе мы читаем в двадцатом стихе апостол павел пишет а ты кто человек что споришь с богом изделие скажет ли сделавшему его зачем ты меня так сделал до этого мы не будем с вами это читать до этого апостол павел показывает некий диалог у творения у творного существа то бишь человека конкретно он там говорит про исава про фараона над которыми бог показывал свою власть свое всесилие свое величие хотя это были его творения это были люди созданы по образу и подобию божьему и эти люди они были как инструмент или как созданы для того чтобы бог показал на них свою славу то есть он создал фараона для того чтобы на нем показать свое величие наказав египет за то что они проработили израильский народ и сава он поставил как бы богопротивникам который пренебрег свое первородство и там есть такая фраза у апостола павла что еще в утробе матери иаков запинал своего старшего брата перенца и сава и как бы незримый оппонент павлу говорит а тогда за что мы как бы богу будем благодарны если бог вот такую условию в моей жизни создал как бы почему он не отчитается если он создал фараона для того чтобы наказать типа причем здесь фараон если он и сава создал для того чтобы сав продал свое первородство тогда за что обвинять еще и сава фараона что что к чему пускай как бы пускай как бы бог даст отчет что же это такое уже все-таки наш друг папочка он же нужно все это объяснять и вот тут резко ни с того ни с сего апостол павел именно в 20 стихе которые мы прочитали еще раз вычитаю а ты кто человек не зря здесь так уделяет внимание кто ты человек что споришь с богом изделие скажет ли сделавшему его здесь павел говорит конкретно мы человеке и мы как бы ни крути как бы это не звучало странно при наших теплых отношениях с богом друг ни с того ни сего мы окажемся его творением и изделием на самом-то деле все это правда мы его изделие творение и какой-то степени мы не можем даже бога в чем-то упрекать потому что бог всегда прав бог всегда благ бог всегда свят бог всегда справедлив вспомните ситуацию с давидом когда он переспал с чужой женой с весами жена его одного из его офицеров урии хитиянина он с ней переспал и там бог выразил свой приговор что ребенок который вас родится он умрет и потом давид пишет вот этот салон 50-ый салон покаяния и давидом пишет ты праведен в суде твоем ибо тебе я согрешил то есть бог решает его ребенка и давид говорит это был праведный приговор потому что я это заслужил здесь мы видим некое такое вот в словах павла некоторое разделение что с одной стороны бог как бы объяснять какие-то вещи и потом и потом говорит но больше я вам не буду объяснять то есть вы держите дистанцию вы не забывайте что я не только отец я еще и судья я не только папочка но я еще и обвинитель я могу вмешаться вашу жизнь имею полное право вас корректировать и исправлять вот этого будет наша правильная позиция не нарушать ниже не нарушать дистанции не сокращать дистанцию с богом своем таком понебраском хождение с ним что я говорю он делает мы забыли что мы изделия мы творные существа он создал чтобы мы сделали добрые дела во христе и он нам предназначил сделать эти дела не он делает добрые дела для нас хотя он тоже это делает у бог благо и добрый бог мы делаем добрые дела мы ему не говорим что делать он нам говорит что делать и вот если мы будем в этом здравы будем четко понимать что есть то что мы должны с вами делать если то что бог делает и бог не обязан отчитываться не обязан нам что-то объяснять хорошо если объяснить но очень часто он этого не делает и И вступать в спор с Богом очень-очень опасно. Господь нас доблагословит ходить в здравой вере, понимать, что мы склоняем свои колени перед великим Богом. Мы не просто с чашкой кофе сидим за столом и Богу даем задания. Мы обязаны периодически, я бы даже больше скажу, как можно чаще, поднимать свои руки к небу без страха и сомнения, склонять свои колени, призывать его имя, благословлять его, доверяя ему свои жизни, свое служение, свои семьи и тому подобное. Господь нас докрепит, доблагословит и сделает нас непоколебимыми, чтобы мы понимали, что какому святому Богу мы служим, отделенному от зла, Бог, который превыше всего. И при этом этот Бог, который превыше всего, он стал, как мы, уподобился нам, чтобы показать нам, какие должны мы быть. Господи, благослови нас, сохрани ходить в здравой вере, в здравом учении, чтобы мы были непоколебимы в этом действии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok